Шесть команд и пять дней футбольных сражений. Каждый с каждым. Цена ошибки настолько велика, что одно поражение отдаляет любую из команд от чемпионства на космическое расстояние. В принципиальном матче почти всегда проигрывающий у лондонской Ларри ангарский Гранд Байкал не взял реванш и проиграл снова. С остальными командами ангарские футболисты справились, в итоге они вторые. А вот Лара, сыграв ничью с одной командой и победив все остальные, становится чемпионом. Новороссийский Аквамарин стал третьим, а вот показавшиеся поначалу одними из фаворитов первенства игроки «Газпрома» из Надыма, демонстрируя по ходу турнира качественную игру сплоченной команды, в итоге не вошли даже в тройку. Специально приехавшие из Москвы представители Ассоциации мини-футбола России оценили возможности у Лаудэ и еще до финальных игр заявили, что в случае победы хозяев уже готовы отправлять в Бурятию команды высшей лиги. Команда Лара является претендентом на выход в высшую профессиональную лигу. И ввиду того, что они хотят там играть, мы предоставили им право это проведение, чтобы увидеть вживую зал, уровень организации, уровень приема, где будут размещаться команды, где будут они играть, когда приедут участники высшей лиги. После заключительной игры за особую поддержку поблагодарили своих болельщиков улан-уденские футболисты. Играющие за нашу команду мастера отметили, без поддержки трибуны им пришлось бы намного труднее. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые дополняют этот зал. Вот была одна игра, которая переломная, когда мы играли с Ярославлем, проиграли 3-1. Если бы и это трех трибун, они нас не гнали, то, я не знаю, мы бы не вытянули эту игру. Просто спасибо им хочу. Спасибо, дорогие болельщики, кто меня слышит. Огромный привет истинно, спасибо большое от команды. Вы просто лучшие здесь. Теперь мечта бурятских любителей футбола как никогда близко. Уже осенью к нам поедут профессиональные мини-футбольные клубы страны. Главное, говорят болельщики и футболисты, чтобы небезразличные к этому виду спорта люди продолжали свое дело и людей таких становилось как можно больше. Дмитрий Гомбоев, Даниил Дурхисанов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова